Продолжение следует... 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 потому что иначе этого и быть не могло, то есть где-то в середине, да еще с Петра Первого, но в конце концов это узаконенность при Екатерине, то есть в середине 18 века было сделано, Екатериной было сделано, то есть по ее приказу, естественно, было сделано, тогда было где-то около 400, там плюс-минус городов вообще в России сколько было, каждому городу был сделан регулярный план. То же самое началось и с Севастополя, вот у нас весь центр, это как вам не покажется странно, это типичный регулярный план, просто там параллельные улицы Ленина и Большая морская, это параллельные улицы, они просто искривились вокруг холма, вот так вот внимательно в то время люди относились к ландшафту, который тоже имеет историческую, потому что все памятники находятся на ландшафте, тем более в нашем городе, где очень много, началось все строительство города с фортификационных сооружений, а они, как мы понимаем, все батареи, выбирали лучшие места для обзора, и поэтому они до сих пор остаются центральными местами. Почему вот так больно застройка вот этого культурного кластера, который шлепнули буквально на место пересечения сухопутной линии обороны и береговой линии, то есть он как раз находится между 9 и 8, бывшей 8, где находилась батарея, и 7 бассеона, и вот это вот место пересечения сейчас закрыто вот этой вот громадиной. Ну, к этому еще мы вернемся уже с архитектурной, или там другие скажут с архитектурной точки зрения, а я сейчас пока говорю с исторической. И опять же хотелось подчеркнуть внимательное отношение к ландшафту и к истории города людей вот прежних поколений, это 19 века, начало 20-го. Посмотрите, к 50-летию первой обороны Севастополя, это 1905 году, в России была создана комиссия, и вот все наши основные памятники, то есть большинство памятников Севастополя, они построены как раз к этому времени. Да, были там пораньше, которые ставили, ну, например, тоже Владимирский собор на горке, который имею в виду, он был, это как собор усыпальница, он был, естественно, сразу после войны начал возводиться. Братское кладбище там, храм этот вот пирамидальный, что не случайно, потому что вот это вот холл братского кладбища, это, собственно, и есть храм. А часовня, она изначально была часовня, это как крыша на этом храме, то есть это очень понятно, когда подходишь пешком к главным воротам и видишь, вот, все это воходовано в одном стиле. То есть такие появляются немножко раньше, но основная масса памятников была построена именно к этому месту, вот этому, когда был разработан большой вот комплекс. Поэтому, получается, все памятники, посвященные первой обороне, они из себя представляют вот именно огромный мемориальный комплекс, разбросанный по всему городу. То есть помимо вот этой сухопутной обороны, были еще отмечены все места, где проходили бои, там, ну, в общем, все, даже внутри города, таблички, это все-все вошло вот в одну программу. И отдельно хочу сказать про оборонительную линию сухопутную, которая, к сожалению, сегодня тоже нарушена. И вот тут вот я опять хочу сказать про ту ложку дегтя, которая может испортить все сразу. Представьте себе, к пятому году была восстановлена эта линия обороны. То есть это, значит, первый, второй бастион, потом Малахов курган, третий, четвертый, но, к сожалению, пятый. К сожалению, шестой, седьмой, ну, шестой бастион, он, в общем-то, его площадь сохранилась и до сих пор, но когда, к 905 году, он уже был застроен хаотично цыганской, карантинной слободкой. То есть там вот, это уже было, почему произошло это хаотично застройка, потому что это было за границами города. А седьмой бастион в это время находился на подведомственной военной территории и был огражден вот той самой оборонительной стеной, которая сегодня сохранилась. Вот ее тогда, когда военное училище, там недавно уже при России начинали, не училище, а военная часть начинала строить, ее тогда, я помню, тоже общественники защитили. Они хотели вот эту галочку, вот за шестым бастионом, в начале улицы бастионной, да, вот представляете, где там поворот такой улицы. То есть, а дальше она шла по улице Владимирской, ну вот там, сейчас вот где батарея 11. Короче, вот это территория, и я думаю, что седьмой бастион не был задет вот этим комплексом, именно потому что он находился на военной территории, то есть, собственно говоря, это была закрытая территория. А так на каждом бастионе были сделаны скверы, ну я не буду подробно рассказывать, потому что там каждый бастион был по-своему оформлен, но важна была вот эта линия, которая, если брать ее от первого бастиона до седьмого, она где-то примерно 7 километров. И вот представьте себе, то есть она как раз огибала весь город, и в принципе, если не считать там этих вот слободок стихийных, хуторов и прочих, это была граница города практически до 60-х годов, когда началась застройка микрорайонами. То есть индустриализация пошла застройки, и уже начались от квартала, перешли с микрорайонами. Поэтому эта линия, она имеет важнейшее градоформирующее значение. Сегодня ее восстановить уже невозможно. В 60-е годы около третьего бастиона поставили пятиэтажный дом, и он перекрыл вид вот с четвертого бастиона. Мы памятник третьему бастиону можем видеть только на фоне пятиэтажного дома. А когда бастионы эти строились, от них нужно было, должен был видеть два бастиона следующих. Ну ладно, что произошло, то произошло. Мы уже это не можем изменить. Ну вот буквально сейчас, недавно, уже вот в наше российское время, многие памятники же, мы знаем, были, во-первых, много памятников было разрушено сразу после революции, ну по идейным соображениям. Вот тот же Лазарев, многие из них были восстановлены, вот кроме памятника Лазарева, они многие были восстановлены. А некоторые не восстановлены до сих пор. И также не восстановлен был памятник Камчатскому люнету. А сегодня его уже невозможно восстановить, потому что буквально там рядом с этим местом памятника выросла деревянная церкрушка. И как мы вот не протистояли этому, ну казалось бы, да, мы деревянная, ее снести всегда можно, но она стоит на хорошем бетонном фундаменте. Никто ее никогда не снесет. И она занимает теперь это место, там да, рядом вроде бы, ну может быть в пяти метрах от нее находился этот памятник. И трудно сказать, потому что цветов-то нет, и в принципе никто там не изучал. Вот представьте, вот такими действиями, казалось бы, да, ну что бы вам, там рядом старое кладбище, ну сдвиньте там на 50 метров, поставьте эту церковь около кладбища старого. Там ей как раз место. Зачем вам ставить именно, нет, ну им же нравится высотное место, там где был Камчатский люнет, естественно, это было высокое место. Вот и памятник там был поставлен. Вот такие вот вещи происходят. То есть то, что город внесли, стало историческим поселением и вошел. И более того, у нас это, ну историческое поселение занимает где-то 2,5-2,6 тысяч квадратных километров. Ну то есть маленькая часть города, а достопримечательное место на порядок больше. То есть у нас достопримечательное место, тоже в 16-м году, только летом оно было принято, у нас достопримечательное место вместе с историческим поселением занимает примерно, ну где-то до 1,4 площади всего города. Казалось бы, да, вот практически все памятники туда попадают, ну кроме там Чернореческого памятника, Чернореческого сражения, которые вышли, ну не охватили. Казалось бы, законодательством вот эти памятники уже все должны быть защищены. Но вот почему-то этого не происходит, как вот тут уже говорилось, то есть когда надо, это можно всегда преодолеть. Даже вот приведу маленький пример, на улице Советской, тоже года 3 назад снесли одноэтажный маленький довоенный дом, который сначала был включен в список памятников, а потом его быстренько исключили, потому что там прокуратура захотела построить себе гараж, подземный домик. Они просто его снесли. Дизей называется. Да. Они говорят, мы восстановим. Восстановили какую-то там, я не знаю, стеночку, которая больше похожа на какую-то дешевую театральную декорацию, из какой-то такой вот дешевой декорации. Я скажу, что ничего они не восстановили абсолютно, а разрушили полностью. Да полностью полностью, да. Они хотели восстановить, а потом в последний момент снесли эту стену. То есть не надо. Нет, они стену снесли, я имею в виду сейчас поставили там типа ворот какую-то декорацию. Ну, в общем, какой-то это... То есть дом уничтожен, полностью уничтожен. Но, конечно, самое ужасное, что происходит в городе, это самое кощунственное, это, конечно же, строительство культурного кластера, о котором здесь уже говорилось. Я уже сказала, что он занимает место как раз вот точку пересечения береговой линии обороны и сухопутной. Я уж не говорю о том, что вот эта вот масса этого здания задавила весь исторический центр и ландшафт. Ведь чем ценен, собственно говоря, наш город, ну, я имею в виду именно исторический центр? Он ценен тем, что редко это где происходит, а я не другого примера такого не знаю, когда совпадают вот все в одном. Вот представьте, застройка центра, это где-то 2-3 этажа. 2-3 этажа, улицы шириной где-то в среднем 30 метров. И холмы, ну, если считать от моря, там где-то 60, там исторический бульвар там до 80. Ну, а если считать от земли, тот же подъем, где-то от 30 до 40 метров. То есть масштаб ландшафта, масштаб вот этой вот вычурности, изрезанности берега и масштаб застройки точно совпадают. Более того, они совпадают с масштабом человека. То есть, а что такое масштаб человека? Это наше восприятие, это там, где нам комфортно. Вот нам комфортно в такой среде. То есть здесь у нас, как я всегда говорю, совпало 3 в 1. Это редчайшее совпадение. Почему нам всегда будет приятно в старом центре? Даже вот поганят его потихонечку, что-то там достраивают, убирают. И все равно нам приятно. Именно поэтому, потому что самое главное, это вот совпадение вот этой масштабности. И тут громадина в 60 метров, которая стоит на берегу где-то 25 метров высота. То есть, представьте, она своей высотой перекрывает даже то, что за километр от нее находится, площадь восставших. То есть она нивелирует все это побережье. Ну, я не буду уже даваться подробностей, просто действительно вот такое вот нарушение. Это грубейшая градостроительная ошибка. Я уж не говорю о том, что там уничтожено столько артефактов исторических. Даже вот памятник, мы о нем тут как-то уже говорили, вот этого примирения, вот этого золотая баба так называемая. Даже она там стоит не у места. А все почему? Потому что тоже она занимает высокое место. С одной стороны, где-то там внизу построен Владимирский собор Херсонеси. Но он ниже ее по значению. Что такое крещение Руси? Это ерунда по сравнению с ходом белогвардейцев из Севастополя. С другой стороны, недостроенный мемориал. Ну, тоже ерунда по сравнению с таким великим событием. А внизу перед ней как раз остатки десятой батареи. А на десятой батарее вот это вот выстроено, как это называется, эти каменные, в сетке каменные, не помню, как это слово, как это называется. Габионы. Вот эти вот каменные габионы, которые издали смотрятся, как дамба, и давит она, эта дамба, давит на десятой батарее. Вот оно, уважение нынешних наших великих мастеров к нашей истории. А эта история, это, в общем-то, основа, действительно, основа, то, что сейчас уже называют, что мы патриотической столицей страны. Вот, к сожалению, как это остановить, почему это, кто это делает, зачем, я не знаю. Но, в конце концов, я не знаю, то ли приезжие чиновники, у них любви города не хватает, ну, изучите историю, я не знаю. Понимаете, трудно понять, что это делается все случайно. Кто-то руководит этим, потому что это слишком, это же ведь не единичный случай, вы посмотрите, ни один проект, приходящий к нам в город, не обходится без такой ложки дегтя. Даже вот, опять же, та же реставрация, вернее, реконструкция, а должна быть реставрация улицы Большой Морской. Во-первых, улица Большая Морская, то, что произошло, ну, да, чистенько, гладенько, все ходят, все довольны. Но, если посмотреть с исторической точки зрения, у нас улица Большая Морская когда-то была с проспектом Нахимова, это была единая улица, вот, которая огибала, как я сказала, параллельная улица Ленина, она огибала этот холм. Где-то в 86-м, по-моему, году, ну, неважно, к концу 19-го века Нахимовский проспект, от нее отделили, дали другое название, и получилось как бы две улицы. Но, все равно, это было одно направление. Правилами, законом исторического поселения улица является предметом охраны, и менять ее направление нельзя. А у нас что сделали? У нас довели ее до площади Лазарева и закрыли стоянкой. То есть направления дальше, прямого, в сторону Нахимовского проспекта, нет. Я не знаю, лучше это я, я не за рулем, поэтому мне трудно судить, лучше это или хуже для водителя. Но история была нарушена, то есть это делать было совершенно нельзя. Ну, а про площадь, другую площадь Ушакова, тут и говорить нечего. В 90-х годах, когда-то она была застроена, это бровка площади в сторону Южной бухты, была застроена там какими-то барами и прочим. То есть была поднята вроде бы на один метр, но этот метр перекрыл вид с площади на корабельную сторону и на бухту. Потому что площадь была запранирована по примеру древнегреческих агон. То есть вот она была открыта, с одной стороны, то есть она была всегда асимметрична. Вот когда Бархин делал свой проект в 1945-1946 году, вот там он пытался сделать из нее, у него был проект, сделать из нее асимметричную площадь и прочее. Ну, как мы знаем, этот проект не пошел. И она осталась асимметричной. И, наверное, это правильно, потому что действительно, потому что этого требует наш ландшафт. Вот он у нас такой. И у нас вот эта асимметрия, она нигде не получается. И мы когда, мы тогда надеялись, что раз уже делается реставрация, то я опять говорю, реставрация, на самом деле происходила реконструкция. А обязаны были делать реставрацию, потому что это является улица, является и площадь, и предметом охраны исследовательского селения. Так вот, когда делали эту площадку, мы надеялись, что они откроют опять эту площадь. Нет, они утвердили вот это вот поднятие на один метр, сделают там видовую площадочку и все законодательно утвердили. Даже по самой улице тоже надо отметить, ну, там столько мелких вот таких вот. Ну, я не буду уже перечислять всех, там их очень много, вот этих мелких ошибок, которые было, что самое интересное, их было легко устранить. Более того, это бы удешевило строительство. Но почему-то они этого делать не захотели. Мне кажется, тут просто впереди шли амбиции авторов, им надо было вот свое сказать. Я по-другому это объяснить не могу. Ну, например, этот кинотеатр Победы, да? В свое время, вот эта лестница, которая идет в кинотеатр Победы, кинотеатр Победы, это маленькое здание, чуть вверху там, ну, совершенно небольшое здание. Его возвеличивает именно лестница. Лестница, она служит ему подиумом. И кинотеатр стоит вверху, как на подиуме. Что сделали наши реставраторы? Они подняли парапеты лестницы в два раза и покрыли его серым гранитом. Все, они отрезали лестницу от здания, и теперь идет лестница, и там где-то какой-то сараюшечка стоит. Вот что они сделали. То есть они полностью замесел автора в 50-х годах, разрушили полностью. И так на каждом шагу, вот на каждом шагу. Более того, конечно, могут сказать, что когда они приступали к реставрации, там это парапеты, они были низкие, но они были облицованы вот это вот, как тогда называли, брекча, то есть это крупная такая мозаика. Это тоже плохо, это было сделано в 80-х годах, тогда это было в моде, заляпали. Ну, дурной пример не должен быть, не нужно же поддерживать. Надо было возвращаться к тому, что было задумано в 50-х годах. Ну, я не знаю, что долго говорить, или не платит. Хватит, да, да, все хорошо.